МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Москве состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Церемония длилась 50 минут в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Впервые в этом году наблюдать за вступлением президента в должность зрители могли также стоя на Соборной площади. В числе приглашенных на церемонию представители Алтайского края. В составе делегации, которая отправилась в столицу страны накануне, доверенные лица Владимира Путина на прошедших выборах, ведущий актрисы театра музыкальной комедии Виктория Гальцева, председатель Совета алтайских ветеранов Владимир Климов. На инаугурацию также были приглашены депутаты АКЗС, губернатор края, парламентарии Госдумы от Алтайского края, Николай Герасименко, Валерий Елокомов, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и другие. Также алтайские сенаторы Сергей Белоусов и Михаил Щетинин. Всего на инаугурацию в этом году пригласили рекордное количество гостей. 5000 человек – это вдвое больше обычного. Остается напомнить, что согласно Конституции, после официального вступления президента в должность, правительство уходит в отставку. По мнению некоторых политологов, кабинет министров ожидают серьезные перестановки. В Алтайском крае началась подготовка к празднованию Дня российского предпринимателя. В этом году на звание лучшего предпринимателя претендует больше 90 руководителей предприятий. Один из самых престижных в крае конкурсов для представителей бизнеса. Лучший предприниматель года традиционно накануне профессионального праздника проводит региональное управление по развитию рыночной инфраструктуры, сообщает официальный сайт правительства края. В этом году изменен формат проведения конкурса. Заявки на участие принимали весь апрель. В этот раз их подавали представители органов власти и общественных организаций. В конце мая эксперты определят лучшее производственное и сельхозпредприятие, лучшего экспортера, предпринимательскую династию и прорыв года. А вот одного из известных в регионе предпринимателей Павла Тулина признали банкротом. Соответствующее решение вынес арбитражный суд края, сообщает Политсибру со ссылкой на Интерфак Сибирь. Как следует из материалов дела, причиной для подачи иска стали долги бизнесмена перед Зернобанком. Сумма долга по кредитам превышает 200 миллионов рублей. В отношении предпринимателя уже открыта процедура реализации имущества сроком на полгода. Назначен финансовый управляющий. Суд об исполнении процедуры банкротства запланирован на 29 октября этого года. Отметим, это уже не первая попытка взыскать долги с бизнесмена. В отношении него не удовлетворено два иска. Напомним также, что ранее Турин арендовал Барнаульский парк из Умрудной, и он является совладельцем нескольких коммерческих организаций. К другим темам. Серьезное ДТП произошло сегодня в Барнауле. Автобус протаранил киоск. Происшествие случилось в час дня на улице Островского. Как нам сообщили в городском ГИБДД, автобус 59 маршрута выехал на встречную полосу и врезался в продуктовый павильон. По предварительным данным, водитель транспортного средства, мужчина 1960 года рождения, по дороге потерял сознание. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Медицинскую помощь им оказали в городской больнице номер один. Госпитализации не потребовалось. Что стало причиной происшествия, станет известно после завершения проверки, которая проводится по данному факту. В конце мая в Барнауле по требованию прокуратуры пройдет суд, который решит судьбу торгового центра «Арена». Накануне его опечатали судебные приставы. Причина – многочисленное нарушение пожарной безопасности. На их устранение отвели три недели. Предприниматели, арендующие площадь в «Арене», вынуждены искать новые места для торговли. И, по их словам, они несут большие убытки. Закрыт по техническим причинам. Такая надпись на дверях арены повергла в шок Лидию Кузьменко. Сюда отдохнуть с детьми она ходит регулярно. И была на 100% уверена, что в случае ЧП сможет без труда выбраться из здания. Мы немного разочарованы, потому что хотели посетить с детьми катакный зоопарк, погулять там, детскую игровую комнату тоже посетить. В детской игровой, да и во всем здании оказалось небезопасно. Прокуратура выявила массу нарушений. Неисправная система пожаротушения, дымоудаления и блокировка, эвакуационных выходов. В результате, по решению суда, торгово-развлекательный комплекс временно закрыли. Судебные приставы приехали утром 5 мая и опечатали здание одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города. Многие арендаторы, сотрудники магазина о закрытии ничего не знали. Им пришлось быстро собрать вещи и покинуть здание ТРЦ. В считанные минуты сотни человек остались без работы. Сейчас сотрудники арены ждут решения суда и надеются вернуться туда в ближайшее время. Кстати, внезапно, меньше двух недель назад, опечатали торговые центры района Гулливер. Сотрудники последнего о закрытии узнали лишь в 9 вечера и переезжали уже ночью, чтобы к утру освободить помещение. В новое заехали спустя неделю. Как отмечают предприниматели, для них резко выросла арендная плата. Дополнительные расходы возникли из-за простоя. Так, одна из турфирм потеряла больше 20 клиентов. Это минимум 300 тысяч рублей. Убытки в плане потерь клиентов, возможно, и плюс еще затраты на грузчиков. В подобном положении оказались сотни бизнесменов. С охапкой нарушений торговые центры, конечно, работать не могут. Но контролирующие органы должны были решать все эти вопросы раньше и в плановом порядке, считают эксперты. Малому и среднему бизнесу, да, действительно приходится нелегко. Место наторговалось то или иное, значит, формировался свой пул клиентов. Части предпринимателям можно было бы посоветовать подождать, если такая возможность есть, сохранив, так скажем, точку своей дислокации. Но позволить себе подождать могут далеко не все из-за несвоевременных проверок, говорит Юрий Фриц. Многие предприниматели могут потерять единственный бизнес. Кстати, в ожидании закрытия торговый центр Первомайский. По нему окончательное решение суд вынесет завтра. Валентина Скирова, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня в Рубцовске на сутки погасили вечный огонь. Такую процедуру накануне Дня Победы проводят ежегодно, для того, чтобы коммунальные службы могли очистить все необходимые системы и звезду, которая обрамляет пламя. Добавим, что такие работы на мемориалах славы, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войне, пройдут по всей стране. Мероприятие входит в рамки всероссийской акции «Дорога к обелиску». От Москвы до Дрездена. Путь в четыре года и две тысячи километров. Такой долгой дорогой шел к победе ветеран Великой Отечественной войны из Барнаула Павел Кондратов. О себе он говорит. Везунчик. Тяжелых ранений не получал. В лагеря с билетом в один конец не попадал. И 77-ю годовщину окончания войны собирается встретить в строю. Накануне Дня Победы с героем-земляком встретилась Анастасия Дороган. Залпом огонь. Вот так командуешь. Сидишь. Нельзя, а то пуля прилетит. Шальные пули его не тронули. Хотя Павел Кондратов, командир четырех артиллерийских орудий, отвечал за передовую. Между ним и фашистам больше семи километров не бывало. На время войны, говорит, породнился с пушкой. И тащил ее через болото и чинил на ходу. Орудие, словно живое, отплачивало в бою. Самая мясорубка, вспоминает Курская дуга. Каждую минуту огонь, железо кипит, а следами людские трупы. Ну, если расчет 6-7 человек, бывало двое или трое останется. Остальных. Стрельба-то идет. Ну, ладно. Если она там где-то разорвалась. Если снаряд прилетел, расчет тут, а снаряд вот тут разорвался. Ясно? Паразит. Не вышел из окружения он однажды, в 44-м году. Тогда и попал в плен в небольшой немецкий городок. Ему и тут повезло. Отбывал в рабочем лагере, строил бараки. А потом сбежал. В охране были одни старики. Своих немецких хозяев Павел Кондратов позже встретил еще раз. Уже в составе Красной Армии и в статусе победителя. Сидит на скамеечке. Мы только подходим, он хрест на колени. Значит, боялся, что мы его убьем, что ли. Мы не это самое, не встань, чего-то, значит. Ненависть их солдатам вермахта Павел Сергеевич никогда не испытывал. У каждого свой приказ, объясняет он. Однополчан Кондратов навсегда запомнил молодыми парнями. На войну они уходили еще школьниками. А сейчас Павлу Сергеевичу 95 лет. Из боевых товарищей у Кондратова осталось несколько человек. И один из них уже поздравил алтайского фронтовика с победой. 9 мая Павел Сергеевич по традиции встретит в строю ветеранов. Отдать честь войскам – негласный закон. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Завтра в Краевом драматическом театре покажут спектакль «Одухотворенные люди» по рассказу Андрея Платонова. Покажут бесплатно. Такую патриотическую акцию накануне 9 мая театр организовал совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». А сегодня билеты на спектакль раздавали барнаульцам прямо на улице. «Одухотворенные люди» – история о реальном подвиге севастопольских краснофлотцев, которые шли на немецкие танки фактически с голыми руками. Им удалось остановить врага ценой собственной жизни. Вы знаете, что ценно? Ценно, что пришли артисты, молодые артисты, выпускники института прошлогодние, позапрошлогодние. Они пришли и говорят, что Любовь Михайловна, мы так хотим сделать этот спектакль. И они искали материалы. Они нашли о том, что там защищали Севастополь. Очень много людей, которые уроженцы Алтайского края. 183 билета. Именно столько зрителей, вмещая в зал экспериментальной сцены театра, раздали сегодня активисты «Единой России». Вместе с билетами горожанам вручали символ 9 мая – георгиевскую ленточку. Кстати, подобные совместные акции партийцы планируют проводить и в дальнейшем. Я думаю, что это взаимодействие партии «Единой России» с творческими коллективами, творческими учреждениями города. Нужно продолжить, и оно будет очень востребовано. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня в стране отмечают День радио. Его изобрел русский ученый Александр Попоп. В Барнауле это особенный праздник для десятка радищиков, которые посвятили свои голоса краевым радиостанциям. Как рождается звук города и края, расскажем в сюжете. С вами Анастасия Янковская. В этом выпуске. В этом выпуске. В этом выпуске. В этом выпуске. Да, Дни молодежной науки. Пауза. Настя – студентка третьего курса, но здесь ее называют пенсионером. Она – редактор «Планеты радио». Это первая и единственная студенческая радио в Алтайском крае, которому недавно исполнилось пять лет. Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Елена Ваенга. Здесь вы их не услышите. Только качественная музыка, студенческие мировые новости – 24 часа в сутки и в любой точке планеты. Формируя формат радиостанции для молодых людей, мы предполагаем, что они у нас интеллектуалы. Что они пришли сюда не просто так, они пришли учиться, познавать, узнавать что-то новое. Радиостанция свободна от пропаганды университета. Эфир заполняют авторские рубрики, о чем говорят студенты, хорошие новости, а также рецензии на новые фильмы и музыкальные альбомы. Сегодня мы поговорим о стране, где вместо физкультуры часто занимаются кунг-фу, а Путина называют биг-босс. Я сама ни разу не была за границей, и поэтому слушать истории вот этих людей – это, конечно, очень классно. А гигрометр психометрический психрометрировал, гигрометрические параметры психометрировал, психрометрировал, да не выпсихрометрировал. Чтобы повладеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. Все ниже, опускаюсь ниже. Голос Ивана Алексюка звучит на волне 106,8 FM. На радио «Комсомольская правда» Барнаул он и его коллеги ежедневно создают несколько передач. Нередко приходится играть в плохого и хорошего полицейского. Мы специально озвучим какую-то позицию, которая всех возмущает. И тогда кто-нибудь звонит, говорит, да вы что, что вы такое говорите, нельзя же так. В 90-е годы алтайские радищики были настоящими звездами. Теперь же журналистов не встречают поклонники и не оставляют пирожки на вахте. Изменился и формат. Теперь радио можно увидеть, поменялся слушатель. Но голоса нового поколения тоже узнают, любят и слушают каждый день. Ирина Корчагина, Николай Шелкон. Наши новости. Солнечный бал состоялся. Кубки и дипломы международного конкурса фестиваля нашли своих обладателей. Соревнования проходили на протяжении двух дней. Наши корреспонденты тоже работали на балу, но на паркет выйти не решились. А вот за кулисы фестиваля заглянули. Шаги не очень уверенные, движения не всегда синхронные, глаза в поиске поддержки. На паркете самые юные участники солнечного бала. Кажется, что ритм танцорам помогает держать весь зал. Посмотрите, как четко зрители артикулируют счет. Волнуются все, ведь для кого-то из участников это первые серьезные соревнования. Судьи оценивают музыкальность, четкость линии. Безусловно, театральное мастерство, ребята, это важно. Эмоциональная составляющая – это танцы. И это все равно остается искусством, как бы мы ни шли к спорту. Алине Хузиной 8 лет. Она приехала к нам из Омска. Бально спортивными танцами занимается половину своей жизни. А вот партнера встретила недавно. В паре с Артемом Алина всего несколько месяцев. И кажется, они нашли друг друга. Самое главное – держать осанку, больше движения и мягкие спуски. Мягкие что? Спуски? Спуски. Это что такое, покажите? Это вот так вот, когда приземляемся и очень мягко. Не подводит тебя партнер? Нет. Соревнования проходили два дня по 10 часов. 40 конкурсных номинаций, 7 возрастных категорий, жюри из 30 человек и около 2000 участников. Сложно и представить, сколько флаконов лака для волос ушло на создание вот таких элегантных причесок. Много лака уходит? Ну да, достаточно. Главное, что в этой прическе? Чтобы аккуратно было, чтобы волосинка в волосинке лежала. Ну и форма. Солнечный балл, девятый по счету, завершился. По словам членов жюри, среди участников они заметили достаточно много перспективных ребят. В их числе и Алина с Артемом, которые почти безупречно научились делать мягкие спуски. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В эти минуты Барнаульская «Динамо» пытается вернуться в борьбу за золотые медали. Прямо сейчас на родной арене «Сине-Белые» принимают одного из самых неуступчивых для себя соперников – «Читу». В предыдущем туре «Динамовцы» серьезно осложнили себе задачу по завоеванию первого места в лиге против гостей из Иркутска. Все начиналось более чем положительно. Команда Сергея Шишкина уже к 13-й минуте вела в счете 2-0. Увы, но до финального свистка хозяева каким-то образом смогли растерять преимущество. Точку в матче и игре на 87-й минуте эффектным ударом поставил нападающий «Зенита». Забить еще один выиграть победу «Динамовцам» не хватило ни сил, ни времени. В итоге 2-2. Барнаульцы теряют ценные баллы за единственную путевку в ФНЛ. Правда, что происходит с коллективом, не понимает даже главный рулевой клуба Сергей Шишкин. Вроде забили, повели 2-0, уверенно, все, елки-палки. Я не знаю, как с нашими защитниками бороться. Я уже, честно говоря, уже и в таких позициях, и так, и эдак. Я не знаю, одни и те же ошибки, одни и те же, просто-напросто. Но не знаю, такие ошибки, конечно, приводят вот таким печальным результатом. К завершении выпуска вернемся к главной теме этой недели, празднованию Дня Победы. 9 мая специальную тематическую площадку организует Сибирская медиагруппа. В 17 часов в октябрьском районе Барнаула на площади УДК Трансмаш начнется программа «Во имя мира на земле», в которой примут участие известные творческие коллективы города. Здесь же будут работать тематические фотозоны от партнеров. Можно будет выиграть памятные призы за участие в конкурсе от Банка «Восточный». Программа завершится в 22.30 праздничным фейерверком. А далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». На большей территории пасмурно, местами дождь, при этом сильный юго-западный ветер. 9 градусов тепла ожидается в Заринске, Славгороде и Тольменке, 11 в Бийске, Белокурихе, Олейске. И Рубцовске. В Барнауле ночью около 4 тепла, днем до 9 без осадков, но сильный порывистый ветер. А на этом у нас все. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы.